Пассажиров аэропорта Бегишева эвакуировали. В каких заведениях несовершеннолетним продают алкоголь? На студенческой 8Б поселилось хвостатое семейство. Об этом не только мы расскажем в ближайшие 5 минут. Это Нижнекамские новости в студии Лилии Горова. Здравствуйте! Этой ночью аэропорт Бегишева остановил работу. Как сообщает источник, Казанферст на его территории была найдена подозрительная сумка. На место приехали все экстренные службы, полицейские, кинологи, медики. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы отправляются и прибывают точно по расписанию. Подробности смотрите в итоговом выпуске новостей. Представители Нижнекамского отделения организации «Правопорядок» провели контрольную закупку. Активисты проверяют, продают ли в магазинах города алкоголь несовершеннолетним. На этот раз они наведывались не в торговую точку, а в усилительное заведение. И, как оказалось, в нем также не соблюдают закон. Подробности этой операции смотрите в итоговом выпуске новостей на телеканале НТР. Накануне состоялась открытая встреча Молодежного совета с активной молодежью Нижнекамской. Мероприятие проходило в рамках Европейской недели местной демократии. Темы, которые обсуждали на встрече, касались благоустройства и развития города. Много говорили о народном проекте «50 идей», организованном к 50-летнему в берегу города. Представители Молодежного совета призвали нижнекамцев активнее высказывать свои идеи, как сделать город Ячч, чем интереснее для подрастающего поколения. На студенческой 8Б поселилось хвостатое семейство. Во втором подъезде живут кошка и ее пятеро котят. Малышам около двух месяцев. Они очень активные, ласковые. Усатых под свое крыло взяла жительница Домана Илья Гомерулина. Женщина ежедневно их кормит. Если у вас появилось желание взять себе кого-нибудь из этих котят, то звоните к нам в редакцию по телефону 077. О погоде сегодня в Нижнекамске до плюс 7 малооблачно. Очередное отравление спайсом в городе ремонтируют ливневки. Об этом уже в следующих выпусках новостей. Не переключайтесь!